Народ, всем привет! С вами Дмитрий ФМ, очередная серия про Ford Expedition. Сегодня речь пойдет про замену лобового стекла. Новое лобовое стекло купил в компании E-Mix, спасибо им большое. 5317 рублей. И вот такая огромная коробка на весь салон, на весь багажник. Только что ее погрузил. Там внутри упаковано стекло, проверил, расписался, все нормально. Почему было куплено новое лобовое стекло? Потому что старое лобовое стекло вот в таком состоянии. Плюс ко всему есть еще линии, которые посередине стекла, но в общем оно потресканное. В этой серии с вами доедем до мастерской, которая будет заниматься заменой лобового стекла. Расскажу сколько будет стоить работа, сколько занимает времени. И посмотрим с вами в каком состоянии металл под вот этими всеми резинками после снятия старого лобового стекла. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал. Продолжаем. Что, друзья, приехал в мастерскую. Вот такие вывески битстоп автостекло. По записи записывался на 9 утра. Время 8.56. Сейчас ворота как откроют, будем загонять в форт. Продолжаем здравствуйте. что стекло поменяли про стекло чуть позже расскажу самое главное что после замены стекла сразу приехал прошел техосмотр теперь можно ехать ставить на учет сейчас документы получу выйду включу камеру и расскажу вам про стоимость замена стекла ну и вообще в общем что там и как было что давайте расскажу в общем стекло устанавливал в авто стекло 34 выиграть такая контора есть заказывал покупал стекло в емиксе emix.ru в емиксе стекло стоило 5317 рублей доставка была примерно 4 дня в автостекло 34 установка стекла обошлась 4000 рублей и установили они его достаточно быстро там буквально за полтора часа но машина стояла у них в сервисе примерно плюс еще три часа для того чтобы клей засох и они могли выдать гарантию того что ничего не случится со стеклом но я никуда не торопился я утром спокойно отогнал машину и вот после работы сходил забрал и стекло фирмы кмк попробую сейчас показать не знаю насколько она качественная как она проходит какие у него могут быть нюансы но в целом при установке стекла мастера кто смотрел сказали что нормальное стекло пойдет не знаю по каким параметрам они определяли если заказывал бы я стекло в том магазине где и устанавливают стекло то установка была бы дешевле а само стекло было бы дороже и все равно бы тысячи на полторы на две дороже бы вышло если бы у них все это делать это первый момент и второй момент я изначально заказывал в волгограде вот магазинах который занимается установка стекол прождал две недели оплатил стекло и мне перезвонили сказали что стекло не приедет то ли на складе там нет то ли ошибка какая-то была поэтому я обратился уже в известный мне магазин emix.ru там целом таких проблем не бывает это первое если бывает то в личном кабинете на телефоне я сам могу мониторить и видеть на какой стадии находится доставка моего заказа очень удобно рекомендую в целом здесь все вот эти вот детали которые открылись после снятия старого стекла я немножко вам показал не стал там сервисе уже сильно с камеры бегать потому что посмотрел ржавчины нет гнили нет дырок нету мастера все зачистили обработали и новое стекло вклеили я очень доволен что под стеклом не обнаружилось никаких дефектов теперь следующая задача у меня поставить машину на учет я думаю что ближайшую неделю время будет доеду до мрэо так как страховка сделана уже техосмотр пройдены нужно будет пройти осмотр машины ну и поставить на учет если какие-то нюансы будут то дополнительно серию сниму расскажу друзья на этом очередная серия про ford expedition заканчивается в дальнейшем я обещал рассказать вам про покрышки грязевые которые установил на машину обзор снять и обзор на машину обзор на машину будет чуть позже будет время когда полностью помыть его отдрать и тогда покажу весь функционал который здесь салоне раз как раскладывается как управляется музыку кстати починил поставил сабвуфер новый динамик поставил фирмы sony ford динамик порвался видели наверно серия была про автозвук который здесь я занимался подключался это дело и старый динамик можно было переклеить восстановить но мне попался под руку новый в размер в размер фирмы sony и про это я расскажу в полном обзоре когда буду обозревать машину показывать все всем спасибо кто посмотрел это видео до новых встреч всем пока